ГЕЙМ ОН Скинов, что-то еще Вот какие-то такие посредственные темы И вот сейчас начинается Куэсэкап И мы играем против Трайпа Очень жесткая команда Топы из Европы Плюс новым составом Который тоже очень мотивирует Если мы собираем 10к лайков То я выпускаю следующую серию Когда Куэсэкап будет снова И без разницы какой будет результат В следующий день у нас будет ССК И это будет очень жестко Это очень жесткие зарубы На которых мы очень стараемся Так что вам просто одну кнопочку нажать Ну и конечно же, ребят, не забывайте Подрубать мой код ММА Спасибо большое всем, кто меня поддержит Я это очень ценю Короче, я думаю, мы договорились Я вам покажу топовые катки Расскажу, что, как происходило Добавлю какие-то интересные истории Которые всегда где-то за кадром И это будет очень топовый ролик Но с вас 10к лайков Подписочка, если еще не подписаны И каждый Куэсэкап Вы будете видеть на моем канале Если договорились, то погнали Вот он, ребята, сам стримчастки Кстати, это трансляция Альвара И он мне дал разрешение записать Спасибо вам большое Без него бы не было Этого ролика Я ссылочку оставлю На полный движ Так что обязательно Чекните, если Если будет интересно Ну, а сейчас погнали Я иногда буду вырубать вебку Потому что там Они замутили прикольную тему Как с геймстарсом Получается, вебки будут И от одной команды А от другой И рассмотрим пару интересных моментов Но На данный момент Выступаем мы С разрывом И это горячая зона Ребят, хорошая новость То, что Ну, вот чемпионат мира Вы сейчас спрашивали Почему я там не играл Тут не играл На чемпионате мира Если ты играешь матч То ты играешь его полностью Нельзя поменять игрока Напустим, на режиме И вот так вот Сейчас мы решили выступить Потому что здесь В Куэсэкапе Это можно делать Начали с Кубом Джейсоном И Котом Они по правой стороне Кстати, если вот я вырублю Давайте Я вам покажу Вот, посмотрите И самое пипец Что это 11-12 ночи И это нас Ну, типа нам офигенно везет Наши матчи ставят очень поздно И, честно говоря Мы до него играли с Крым И просто Голова настолько уставшая Что просто уже засыпаешь Но Конечно, к турниру Мы уже чуть проснулись По левой стороне У нас абсолютно зеркальный пик Но По левой стороне У нас Рикошет И Куб Получается Джейсон Рикошети По правой стороне Они кота задавили Но При этом Задавив его Они потеряли сторону Хотя они уже добили ее И, в принципе, тут терять нечего Но Пошли бусты Особое раскрытие Пока не делается Кот залетает Сносит двух тычек Отлично Тома Потому что он Не хилился Он кидал ульту Чтобы дрейдж ее подобрал У дрейджа уже прокачка И Куб очень круто Подловил Тома Спэна тоже убивает Остается только дрейдж Сейчас Хорошее преимущество Вот здесь Идет буст Под кота Сразу начинают Они сподвигаться На две стороны Куба добивает Теряется немного контроль По джейсона залетают Дрейдж добивает его У дрейджа Максимальная фаза Очень близкая катка Очень напряженная Это всего лишь первая игра И только начало Ход залетает Рикошет Рикошет Новый гаджет Имба Он еще раз это делает Но кот его все равно Успевает добить Джейсон по левой стороне Пытается сдержать Тома Дрейдж тут под бустом Накидывает Он с двух тычек Может вальта убить Если я не ошибаюсь Это просто пипец По джейсону попадает Попадает по кубу Дрейдж попадает Трю из трех тычек И это пипец Всю команду нашу Заставляет отойти А левую сторону Они потихоньку занимают Спэнлси забирает буст Добивает куба Джейсона тоже добивает Ребят И это первая катка Это поражение Спэн смеется Веселиться Но посмотрим Будет ли так же весело Дальше ему в следующих катках Потому что это только начало Сдаваться мы не собираемся И у нас есть Одна заготовочка для них Так что погнали дальше Окей Трайб забирает первую игру И давайте посмотрим Как игра пойдет здесь Мы кстати приняли решение Я чуть-чуть решил музыки добавить Как обычно Начну с этой песни Потому что у меня сейчас Сохраненных очень мало Без авторских Но потом ее Добавим Если вот так вот Почаще придется стремить Там где Стремятся не катки Окей Мы принимаем решение Взять тика Для того чтобы Сконтрить Ну Тут понятное дело Контрить там Он просто накидывает Закидывает Вот это Очень грамотно На тике можно делать И сейчас По контролю Хорошее преимущество Уже собираем И левую сторону Левая почти полностью собрана Да вот все Готово Теперь осталось просто Навались на правую Джейсона тут С трех сторон Расстреливают Но тем временем Он много времени На это забрал Пока они его убивали Куб дает буст Раскрывает Чуть правую сторону Чтобы теперь Рикошеты Чисто на изи Так не залетали И сдерживают Спокойненько Левую сторону Дридж забирает буст И он погибает У него было 28 хп Он по моему Теряет буст Джейсон залетает Дает тычку Одному второму Дает И тому Все погибают Левая сторона Просто дефается Не давая Накопить на новую Чтобы Были проблемки У ребят Чтобы им Постоянно Приходилось Расходиться И тем временем Правую сторону Держит Уже осталось 12% Куба добивает Джейсон под бустом Здесь Отлично Увернулся От тычки И убивает Вольт С двумя Тычками Убивает В другого Вольта С бустом Это просто нереально И мы забираем Еще одну Горячую До этого Была и горячая Теперь счет 1-1 И решающая В горячей Будет прямо сейчас Окей А кстати Как-то они начинают Чуть поздновато Типа вот Только катка А уже секунд 20-30 прошло Мы приняли решение Взять Гейла Джеки И Фрэнка И в принципе Это хороший пик Против Тика Против Гавса Можно просто залетать Но давайте посмотрим Как пойдет Левую сторону Почти забрали Они почти забрали Правую сторону И кстати Ребят Если вам интересно Куда именно в сторону Я смотрю Там идет трансляция Чтобы видеть Не через повтор Хотя через iPad Тоже чекаю всю карту То есть С двух модников Наблюдаем Как идет игра Чтобы понимать Что где Подсказать И так далее Когда я не играю Я все равно Там Я все равно Может быть Даже Я вам скажу Так что Когда в ММА Я смотрел Бои своих друзей Я волновался Больше Чем допустим Сами же друзья Которые же там дерутся И вот то же самое Здесь есть Всем сердцем Болею Переживаю Смотрю На советы Ошибки Там где что Поменять Но много болтать Тоже не вариант Чтобы не мешать Поэтому Нужно чисто Подмечать Важные стороны Типа давай ты туда И там В каких-то паузах Это делать Но сейчас Небольшие проблемы Что Немного Не могут Пацаны договориться То есть Нужно бы Вместе навалиться Захватывать сторону Потому что Они по сути Двигать не смогут Но сейчас Вся команда Под бустом Они тупо закидывают И уже Тяжело тут пройти У кота Один хп Просто гляньте Медовая враня И Тут осталось Всего лишь 7% Джейсон Кастульту Добивает Одного второго Но Но пацаны Забирают Горячую зону Гляньте как Дрейдж Радуется Ну прям Прям Юча 2.0 Ну ладно Давайте посмотрим Что будет дальше Окей Следующая карта У нас Это Гемы Роковая шахта Ну и давайте Посмотрим Как пойдет Дрейдж Одел очки Модный парень Все дела У нас Роза Карл И Пайпер У них Рикошет Роза И Джин Меня сносят Куб добивает Дрейджа Но нам бы Тут в идеале Поменяться Окей Добивает Куба Я тут пока Выстраиваю Чисто чуть Движа Для Джейсона Чтобы Спайпер Потом он накидывал Под дамагом Рикошет Под ультой Застраивает В сторону В спину Начинает Просто Хаос Со всех сторон Наносить С Пенел Си Тут Остается Коцаной Куба добивает И все плохо По контролю Уже 6-1 И как бы Уже летим Прям очень плотно Куб залетает Дрейджа добиваем Меняем Сразу стороны Потому что Было такое предложение Добиваю Рикошета С Пенел Си Не попадает Куб начинает Накидывать под кустами И контролим Уже полностью Эту зону Так сказать Линия фронта Если ее пропустишь То все Потом уже Тяжело С базой Выбираться Особенно Когда есть Роза Дрейдж подрубает Ульту Начинает Лезть Вместе С Кубом Его добиваем Джейсон Там тоже Откидывает Тычки Не дает Хилиться Меня тоже Пытаются Прострелить Чекают Эти кусты Дрейдж с ультой Снова идет Его сдерживаю Немного Коцую Джин накидывает Добивает Тома Пошел Размен Чуть Чуть Я подождал С ультой Сразу Не подрубал У дрейджа Она уже Заканчивается Я тоже Подрубаю Ульту Начинаю Начинаю Его перебивать Убивая Джин Меня добивает Тем временем Мы очень Много Времени Завоевали Вот прям Этими Проходами Начинаю Меняться Потому что Ну Рика На Карла Хороший Матч Для нас Роза На роза Я поставил И здесь Джин Ульта Есть у него 7 на 7 До этого Был 6 1 Джейсон Дает Отличный Тыку Пост Пенел Си Начинаю С дрейджа Рубиться Джейсон Чуть Помог Сразу Продавили Куб Добил Тома Спенс Ультой Ждет Хорошего Момента Джейсон Очень Близко Но они Сфокусированы На мне И вот сейчас Отличный Момент Уже 13 Гемов Это Получается Десятый У нас Куб Начинает Рашить Добивает Тома Я тут До сих пор С дрейджем Чуть Чуть Не Хватило Хил Джина Спас Но Тем Временем 8 11 И Можно Просто Отойти Это Победа Очки В этот Раз Не Помогли Окей Теперь У нас Встреча Немного Разменялась По Пикам Смотрите Что Сейчас Будет Делать Тара Смотрите Чёртик Джин Смотрите Куда Бежит Куб Убивает Тома Они Просто Зашли На базу Ну Просто Забрали Весь Контроль И Очень Нагло Это Сделали Очень Неожиданно Это Все Было Видеть Просто Зарашли Джиш Собирает Чё Деньги Масик Тара Хилиться Под Джином Снова Подрубаются Гаджеты Снова Начинает Прессинговать У него Есть Ульта Куба Там Тоже Давит С двух Сторон Джин Не Затянул Спанелси Промазал И Я Принимаю Решение Брать Но Вижу Что Здесь Роз Смотрите Снова Начинает Просто Угорело Рашить Куба Добивает У нас Опять Проблема Смотрите Два Гема Еще Лежит Это Все 9-0 9-0 Это По сути Уже ГГ Там Еще Деньги Масик До Дрейдж Убивает Точнее Убегает С гемами Я его Добиваю Остается Том У него 2 кхп 8 гемасов И мы Возвращаем Эти гемы Назад И не Даем Ему Уйти На базу Не Даем Еще Победить Все Еще Впереди Перекрываю Сторону Накидываю По центру Начинаю Накидываю Хотел Сказать И Не Даю Пока Проходить Но У Тома И Сульта Он Хилится Под Джином Дрейджа Добивают Перекрывается Еще Эта Сторона Опять Снова Начинаю Накидывать Но Том Просто Пытается Восполнить ХП И потом Дальше Продавить С ультой Готовит Он Ульту И Поджимает Прям Очень Хорошо Вытянули Кубу Убили Джейсон Забирает Десятый Гем Улетает Там Чертик Был Его Подорвали Том С ультой Перекрывает Сторону Чтобы Не Прошел Начинаем Его Закидывать Он Подрубает Ульту Кубу Вытягивает На Лоу Но Вот Здесь Они Начинают Убегать Джейсон Дает Гаджет Вторую Не Попадает Я Пока Тычками Тоже Не Достаю Поэтому Всех Не Трачу Перекрываю Снову Сторону И Дальше Контроль Идет От Нас 10 11 Очень Потная Катка Рикошет Наш Пришел Куб Начинает Накидывать Весь Ульта И Он Просто Через Угол Джейсон Дает Ички Забираем Все Гемы И Уходим На Базу В этот раз Очки Не Помогли Окей Ребята Счет 1 1 По Режимам И Мы Отправляемся Дальше Обидно Что Горячая Зона Была Очень Близкая Так Были Уже 2 0 Ну Просто Где то Не Договорились Что То Там Не Дотянули Типа Того Окей Поставлю Другую Песенку Че Нашел Здесь Ауджи Сидит Он Будет Крайне Сквышно Сидеть Поэтому Вот Так Вот Сделаю Ну Чтобы Еще Какие То Вещи Вам Показывать Обсуждать Окей Короче Нюанс Смотрите Какой Задавили Всю Команду Но Остается Джейсон Поймал Он Тычку Его Не успели Убить И У нас Сейчас У нас Сейчас Такой Пик Там Где Рикошет Очень Может Люто Закошемарить Вместе С Тиком Но Тут Ключевая Сторона Это Пережить Эти Три Гаджета И Сейчас Дрейдж Очень Агрессивно Это Делал Там Первые 15 Секунд Игры Не Показали Только Игра Началась Он Просто Пошел И Вылетел На Рикошет Джейсон Даже Такого Момента Не Ожидал Но У него Сейчас Один Или Два Гаджета Уже Осталось Теперь Осталось Пережить Эти Гаджеты И Не Дать Ему Накопить Там Вот Сейчас Еще Один Гаджет Не Дать Ему Накопить На Жестких Команд В Европе Это Чемпионы Мира 2019 Года Немного Другим Составом Но Два Основных Здесь Есть Значит Считается Команда Та же Прежней По Правилам Чемпионата Мира 2021 Если Два Игрокам Минимум Остается Это Та же Команда И Сейчас Джейсон Задавил Дрейджа Начинает Ультовать Пулечки Летят Со Всех Сторон И Это Ребята Гол Дрейдж Потерял Все Гаджеты Практически По моему Один Остался Либо Уже Вообще Нет И При Этом Еще Забили Гол У Дрейджа Есть Прокачка Третья Так Что Это Неплохо Для Них Он Сможет Накидывать Далеко Доставать Но Теперь Нужно Им Суетиться Нужно Давить Потому Что Нужно За 20 Секунд Как То Организовать Гол И Сейчас Вот Они Это Начинают Делать Потому Что Все Коцаны Но Как То Надо Выходить Дальше Кот Пускает Голову Резко Убивает Теперь Пытаются Задавить Через Тика Пытаются Как То Подловить Скинуть И Дальше Продавить Но Куб Спокойненько Отсиживает По Левой Стороне Кот Просто Закидывает В сторону Не Дает Пройти И Джейсон Накидывает По Вальту Добивается Вальт Остается Только Том Он Пытался Пройти Наперед Но Это Уже Отчаянная Попытка Первая Победа В футболе Наша И мы Гоним Дальше Окей Следующая Игра Они Взяли Рикошета Ну Типа В Двух Из Трех Моментов Они Просто Брали Наш Пик Мы Показывали Тика В горячей Зоне Они Повторяли За нами Здесь Мы Ребят Типа Пики Мы Нормальные Иногда Можем Подготовить Но Не всегда Это Иногда Мы Такую Тупость Берем И Во многом Есть цели Из-за этого Из-за Лично Каких-то Споров И так Далее Каких-то Недопониманий Были Многие Лузы Мы Многим Проигрывали 3-2 И Именно Последний Режим Типа Его И не Должно Было Быть Но В любом Случа Ребят А нет смысла Оправдаться Что-то еще Говорить Я просто Вам Рассказываю Свои мысли И Сейчас Стараемся Работать Над этим Ведь Здесь Кот Закинул И голову Очень Обидный Момент Здесь Кот Закинул И голову И гаджет Но там Чисто Ультой Прострелил И голова Даже не успела Двигаться Короче Чуть-чуть Не хватило Времени Чтобы Отдефать Хотя Ультой Успели Раздавить Дрейджа Но Это не помогло А сейчас У нас Наверное Ключевая проблема Что рикошет Чисто Чисто Со скоростью Пипец Мозг парит Но Спинал Си добивается Джейсон залетает Дает две тычки Под рейджа Остается только Тома И вот здесь Смотрите Какой момент Блин Чуть-чуть Не хватило Эта голова Этот гаджет Как-то Чуть-чуть Наверное Переждать стоило И Тогда возможно Стоило бы Попробовать забить Но понятное дело Это легко Говорить Вот Наблюдая со стороны Ты просто понимаешь Что было не так В игре У тебя есть Просто решение Ты принимаешь решение И Типа Ты не знаешь Будет оно верным или нет Вот как-то Чисто ты на интуиции На обстоятельствах Играешь На этом автоматизме В боях тоже Все доводится до автоматизма И там Просто по решениям Ты допустим Делаешь проход И ты не знаешь Зайдет он тебя Не поймает ли тебя Навдушку Но это Какие-то Посредственные Такие Примеры В любом случае Счет 1-0 В их пользу И Вряд ли это получится В итоге Футбол 1-1 Очень близкий Едем дальше Ребят Окей Окей Теперь у нас будет Что-то Примерно Из старого пика Куб добивает С пеналси Дрейдж Здесь уже Опять агрессивно Очень рашит Всегда залетает На гаджетах Всегда он это делает И К сожалению К сожалению Его добивают вместе И забивают гол Кот здесь Отлично Закоцал Всех Не успели Спасти Тома Все супер Коцаны Можно просто Рашить Заходите И сравнив Счет И пацаны Это делают Падает Вся команда Забивается Гол Правда Очень опасненько Володом Чуть не поймал Это было бы Очень видно У нас таких моментов Очень много было На всеми этими ошибками На всеми этими микромоментами Нужно работать по-любому Безусловно Если мы хотим улучшать свою игру Если Претендуем на что-то серьезное Потому что эти команды Они просто гиганты У них есть Как на русском сказать Ну Анализист Который анализирует А типа аналитик Да Просто если более на английском говорить Анализист будет Ну короче У них есть аналитик У них есть коуч Который типа будет Там подсказывать Пики В свое время Именно трайбуский коуч Я не знаю Канир по-моему Возможно он сейчас с ними До сих пор Могу ошибаться Не знаю точно Подробности Но в свое время Именно он придумал Лютую контру против многих танков И когда они вообще были популярны Это Шелли Джин Макс Именно он это придумал Типа первый раз Мы увидели именно от них Мы еще тогда им помогали Скримы Тестить и так далее И вот эти моменты Все происходили Вот как бы На наших глазах То есть там Очень грамотный тренер Очень грамотный аналитик Который все чекает И это есть практически У каждой команды В общем Это гиганты И типа Сами понимаете Да здесь все серьезно Во многих моментах Ты как солдат Просто отрабатываешь Какие-то стратегии А там уже Баталии идут Не только на уровне игроков Понятное дело Есть моменты Но ребят Я чуть заболтался Пока я заболтался И рассказывал все это Мы уже забрали футбол Счет 2-1 И нам остается Выиграть всего лишь Один режим Окей Отправляемся в осаду Короче Том Стырил Первый болтик Это не показывается Опять Ну парочку он первых Не показывает А Том Стырил Болтик По левой стороне Задавили Но по правой стороне Пайпера Очень хорошо контролит Лу И у них У них пик Такой Довольно-таки грамотный То есть есть и деф Есть и хороший дамагер За контролем Это Пайпер Но еще и конечно же Есть Карл Который может быть подвижным Может накидывать И по той стороне И по левой Но ребята Какие же будут здесь игры Думаю Вы сейчас просто офигеете Что осада И осаду честно говоря Ну типа Понятное дело Когда надо играть Я всегда это делаю Но эту карту Я в последнее время Вообще Типа Очень мало практиковал И как-то она мне Не особо зашла Ну И поэтому Отдал игру и пацанам Чтобы сами сыграли Джейсон Поджег Дрейджа С Пенел Си На Меду сидит Собирает болтики По левой стороне Кота Оставляют одного И уже По сути Кое-как свалив Он смог Все-таки Выжить Отойти назад По контролю По контролю Как-то на равных Но здесь Кота убивают Здесь остается Болтик По болтам Счет 4 4 2 4 3 Центр разбит Робот Не стопорится Пытаются Всеми силами Дефить Пацаны Там немного Дамаг Наносят Потому что Ну как бы Это важно Против Лу Как раз таки Это и люто решает И окей На миду Дрейдж Куб Пугает ультой Кот его Отлично Спину добил Спина добивают Атака наша Но Еще задача Нанести Так как Там была Пайпер Которая Еще это делала Две атаки Она сначала Одну раскрыла На протяжении Двух атак Все это происходило Джейсона добивают Робот начинает идти То что Джейсона убили Это конечно неприятно Но благо Вроде бы Типа он может дойти Успеть Да Но А вот здесь Коту Порекомендовал закинуть Ульту Чтобы чисто не дать им Нормально дефить Но все равно Дефить очень жестко Потому что здесь Ребят смотрите Ключевой момент Просто гляньте Вот сюда Карл назло На ульте залетел И посмотрите Просто сколько не хватает 5% Блин Я не знаю Почему именно Этих 5 не хватило Но Это было за одну атаку Пацаны Дамаг нанесли с двух То есть Одно заходили Со второй атаковали Очень близкая игра Чуть-чуть не хватило Завалить этих процентов И забрать Первый осадок Окей Теперь Блин А че так сильно Сейчас секунду Ребят поправлю Блин я понял Там начало Само такое сбито Типа она поздно Началось Когда уже Идут зарубы Ну короче Джейсон Ставит против Тома Добивает его Куп на миду Мы взяли вальта Они тоже вальта взяли Может быть они думали Что мы будем Карла брать И чисто сконтрить Нас хотели Но мы Взяли немного другой пик А сейчас робот Тоже что-то тупит Смотрите Он просто обходит лед Как это возможно Как возможно Что робот Просто обходит лед И никуда не врезается Че за фигня Джейсон дает гаджетом Том сразу залетает Но кот его добивает По левой стороне Куп пытается чуть поддавить Рашет с ПНЛС Дрэдж там накидывает С гаджета Джейсон залетает Начинает давить Пайпер с трех сторон Но там с ПНЛС Еще сразу уходит Пайпер добивает Том здесь вылетает И ребята Следующая атака Снова от Трайп Ну вот прям На каких-то микро моментах Не хватает Чуть-чуть додавить И было бы все круто Но Опять же тот же вопрос Да как робот Просто обходит снег У меня никогда в жизни Не было Чтобы я сколько не играл Чтобы вот так робот Просто проходил мимо Тем временем Центр снова раскрыт Пайпер сможет дать Чуть дамага Том здесь пытается Добить Джейсона Джейсон тут накидывает С ПНЛС Подрубил гаджет Его сейчас Дрэдж прикрыл Сразу улетели Еще 4-3 Еще в их пользу При этом опять Эти долбаные 63% Я не помню Сколько в прошлый раз Было 68 или 63 Но Опять какая-то фигня Прям Прям все сходятся Цифры Сходятся Куб воюет По левой стороне Джейсон добивает Здесь Том Остается кацаны Том добивает Тычкой И смотрите Ребята Вот сюда Шесть Пять Четыре Три Два Один И болт На микросекунду Не долетает До свидания Конечно Усту была ульта Он еще планировал Туда выйти Сдать дамагу Погибнуть И пойти еще ульту Повесить Против робота Да Счет 2-2 Ребята И будет решающий Паунт Окей Решающий режим Решающая карта Это гранд канал И так как пацаны Много в нее играли Карты были похожи Практически на финальные Поэтому И типа Они почетче отыгрались Здесь побольше практиковали Хотя В принципе Все зависит от пиков Банна Смотря что будем брать И вот здесь ребята Ключевая проблема Которая сразу у нас началась Это чисто рандом Кто куда пойдет У нас Два перса под раскрытие И один чисто закидывать Но ключевая проблема в том Что Именно Тику Нужно было идти на Тика А Пайпер против Ну Пайпер С Броком Против Розы И Джина Раскрывается карта Все Роза даже не подойдет Но Начало Не знаю там Как вообще Возможно поменять Типа когда Именно Не по тому пику пошел Надо как-то поменять стороны Но получается Что автоматом Ты уже отказываешься От контроля И сейчас Из-за этого Пошли все проблемы Счет 8-2 Смотрите Опять та тема Надо меняться Но не получается Тик там поджимает Либо полностью раскрывать Убивать Тика И потом же как-то Их выжимать Но понятное дело Тик Розу Ну вряд ли он отожмет Когда еще Джин хилит Когда под кустом Поэтому Здесь единственная надежда Если не получается поменять То только правую сторону продавить Но Тик будет просто закидывать Отсиживаться Уже Карта не особо раскрыта Он уже вряд ли это даст На Изи так сделать Кот Кот отлично накидал По Джину Но Джин подхилился Гаджетом Еще и здесь Заморозили И Джейсон тоже Скорее всего Погибнет От милитычек В итоге При хорошем пике Мы не смогли Его реализовать Ну типа Мы реально могли Раскошмарить Кот уже Бабрикол Туда полетел Джейсон замораживает Ну то есть Роза Она бы вообще не вышла Ее бы Джин не спас Своим хилом Просто надо было Чисто по сторонам Грамотно подобрать Но опять же Ты не можешь там проверить Это не как Шутинг старт Где ты фланги поменял Все здесь Полностью водой перекрыто И ты просто так Не пройдешь Дресс Прямо радуется Как будто чемпионат мира выиграл Ну ладно Погнали дальше Окей ребята Они оставляют Тот же пик У нас Два метателя И Гавс Смотрите Джин какой Котсон Кот его добивает Джейсону не так легко Было попасть Перекрывается сторона И вот здесь Смотрите Они опять Стороны меняют Если я не ошибаюсь У них тик До этого справа Было Они просто Ну типа Чуть не разберихи Да устраивают И сейчас Сейчас посмотрите Вели 4-6 Что ли Одного потеряли Джейсона Да Еще еще Кубу стырили Но Есть прикол в том Что по левой стороне Сейчас немного пошел прессинг Роза сразу пошла помогать Джейсон закидывает эту сторону Немного игнорирует Джина Помогать чисто с прессингом Потому что Если занять контроль Эти все метатели Джейсон под бустом Джин начинает рашить Но Понятное дело Нет смысла вытягивать Джейсон здесь Пытается попасть по нему Пошла вытяжка мимо Еще летит голова Она прилетела именно в Джейсона По левой стороне Кот закидывает с кубом И розу и тика Они уже немного сдвигаются По флангам Чуть теряет контроль Снова идет голова Только отошел от головы Еще одна летит Джин убивает Джейсона Все коцаны Куб здесь живет До сих пор Тика обошел Добивает тика Пацаны здесь коцаны Дрэдж выходит Ульта у него есть Кот подрубает гаджет И погибает еще и дрэдж Погибает вся тима И возможно это еще не конец Дрэдж с ультой У кота тоже есть ульта А теперь по звездам Самое главное не потерять Котаба Ну что у него синяя Любой из других может погибнуть Но только один Если убьют куба Или убьют Джейсона Не страшно Джейсон под бустом Убивает Тома Хотя может он его потерял Я не помню В кустах не видно Куба вытягивает Это ничего не решает Джейсон добивает с двух тычек И ребята это дабл матчпойнт Следующая катка решающая Кто ее забирает И забирает весь матч Окей Теперь счет 2-2 1-1 По пикам все то же самое Давайте посмотрим Как это все пойдет Теперь видели Они меняют Они Я вообще не понимаю По какому принципу Они это делают Но чисто как пальцем в небо Либо это специально Какая-то тактика Но ты же тоже не можешь знать Кто куда идет В итоге они все втроем Пошли на одну сторону И сейчас Сейчас к сожалению Убивает Куба Чисто тик достал Джин идет Вытягивает он Кота Кот отправляет гаджет Точнее гаджет Отправляют ульту Кстати смешной Там гаджет был У меня было тысячи хп И там тик под бустом Кота снова убивает И вот сейчас Вот сейчас пошел Прессинг Пошел контроль Со всех сторон Блин Типа теперь нужно Либо тикокель ночь Либо двоих Вот как-то такой расклад И понятное дело Сейчас они это будут Всеми силами Избегать Роза Ну это плохой Матчап То есть если Роза стоит против Гавса И против В кустах И против Спраута Ей ези мансить И в итоге Двоих еще убивают Вообще в целом Если анализировать Я думаю Чисто были Допущены какие-то ошибки В плане того Что слишком часто Ребята погибали И вот именно Это и зарешало В определенные моменты В какой-то момент Еще было все Очень близко Можно было просто Запустить всю команду Но для этого Нельзя было погибать Нужно просто было Сдерживать контроль Оставаться так сказать Вот на этой боевой волне И просто дальше Тараниться И как бы Время шло бы против них Чем больше они бы Тратили гаджеты И вытяжки И так далее Но опять же Это далеко сказать И сейчас ПНЛС уже выходит И посмотрите ребят Ай как крутится Да Радостный очень Прямо спинница Но опять же Пофиг на всю эту тему Обидно что Эту катку мы могли выиграть Потому что Таким пиком Мы уже побеждали Но Но не зашло В любом случае Ребят Это матч был Очень близким 2-2 1-1 Это было очень потно И Вангу Если бы Пацаны Проиграли Там бы уже Были бы Миллион твитов О том Как они Задержку любят Что еще Ну короче Как-то так Мы забрали футбол Забрали гемы И вот к сожалению По трем режимам Все очень близкие Бои были Но не считая Осады Но опять же Там много Онлоким Онлоким Момент Осады Мы 0-2 Проиграли Но Это было Очень потно Я надеюсь Ребят Вам этот ролик Понравился 10к лайков И я записываю Следующий день Косакап Это против СК будет Еще тяжелее Еще жарче Потому что Они Титаны Титаны Европы И Ну Блин В общем Как-то так Всем спасибо Кто смотрел Ребят С вами была Мума Всем удачи И всем Пока